В конце этого урока предлагаю немного углубиться в кривые без Е. Нет, я не предлагаю заниматься расчетом всех этих многочленов, мы не будем сейчас на миллиметровке вычерчивать кривые по задным параметрам. Они и создавались-то для того, чтобы их считал компьютер. Вот пусть и считает. Я вам приведу пример из одной наглядной статьи, с которым тоже сталкивался, когда работал в типографии. Помните, когда я говорил про шрифты, то говорил, что они бывают разных форматов. Вот есть формат TrueType, есть Passcript, есть OpenType. Исторически были два формата. OpenType появился относительно недавно, а TrueType существовал в царстве Windows, Passcript в царстве Macintosh. И жителям царства Windows было удивительно, почему это в соседнем царстве все как-то лучше получается в работе с текстом. Не буду углубляться в эту терминологию, там всякие треккинги, кернинги, но и начертания символов отличаются. Так вот, про начертания мы сейчас и поговорим. Там как раз кривые без Е используются. И будет хорошо видна разница используемой математики между этими форматами. Если хотите в оригинале, то более полный этот же материал можно прочитать по ссылке в конце урока. Итак, векторные изображения, которыми являются символы шрифтов TrueType и Passcript, описываются кривыми без Е. Здесь мы не говорим о заливках, в случае со шрифтом будем считать, что они нас не интересуют. Будет черным по белому. Ведь теперь же мы вооружены некоторыми знаниями о том, как устроена векторная графика, что из себя представляет растровая графика и как перед нами предстает трехмерная графика. Вот и подойдем к кривым без Е с пониманием всего этого перечисленного. Так называемые настольные издательские системы, то есть программы дизайна и верстки для полиграфии, которыми приходится, наверное, больше всех работать со шрифтами, воспроизводят шрифты согласно своим алгоритмам растролизации. То есть из математического описания кривые нужно как-то вытащить в набор точек разной степени яркости. Вот это и называется растролизацией. Да, и все эти системы это делают немножко по-разному. Причем не только издательские. Например, Illustrator или Flash. Вот Flash весьма вольно обходится с кривыми и чтобы сохранить размер файла поменьше. Также программы трехмерной графики, например, разбивают кривые на отдельные грани. Но мы сейчас о шрифтах. Так вот, шрифты TrueType и PassScript используют кривые без Е, но разные. TrueType используют кривые второго порядка, а PassScript третьего. Еще они называются квадратичными и кубическими, соответственно, для второго и третьего порядков. Квадратичные имеют три точки контрольные. Опорная точка в начале, управляющая точка и опорная точка в конце. А кубические имеют две пары точек. Начало и конец, и по одной управляющей точке для каждого из них. То есть, чтобы нарисовать круг, для квадратичной кривой понадобится вдвое больше опорных точек, хотя управляющих будет столько же. Итого 16 точек для квадратичной и 12 для кубической кривой, чтобы нарисовать окружность. Отсюда два важных следствия. Чем меньше точек нужно хранить для описания изображения, тем меньше будет размер файла, и здесь кубические кривые выигрывают. Индивидуальное управление, которое мы видим в кубических кривых, позволяет более тонко настраивать ход кривой, что в свою очередь дает больше свободы в форматах и имеет меньше точек, что усложняет, правда, формирование кривых. Теперь посмотрим, как рассчитываются кривые без Е. Да, я понимаю, что обещал не сыпать формулами, но буду сыпать картинками с анимашками. Начнем с квадратичных. Начало и конец назовем А1 и А2. Соответственно, управляющая точка С. Она одна, так что будет без индекса. Соединим концы с управляющей точкой и получим два отрезка. Теперь пустим по этим отрезкам по одной точке. Пусть перемещается синхронно одна точка от А1 в сторону С, другая от С в сторону А2. Преодолевая в каждом момент времени одинаковую долю пути. То есть скорость смещения точек мы создаем не в абсолютных единицах, а в доле от длины соответствующего отрезка. Начнут и закончат они путь одновременно. Соединим эти две бегающие точки отрезками. Пустим по нему бегать третью такую точку. И пусть тоже путешествует по тем же правилам. Вот и Йо-то координаты мы и будем записывать в каждый момент времени. Она-то и будет описывать нашу кривую без Е второго порядка. Теперь посмотрим, как компьютер визуализирует кривые без Е. Строго говоря, это и не кривая вовсе. Это набор координат. И чем чаще мы будем измерять положение бегающих точек, тем больше по ним мы построим координат, описывающих положение кривой. Компьютер подбирает эту частоту, исходя из задачи сделать так, чтобы кривая оказалась плавной. Сколько для этого нужно измерений? В разных случаях разное количество. Примерно так же программы трехмерной графики сглаживают форму сетки трехмерной модели. Ведь помните, мы говорили о тесселяции. Но изгиб поверхности при этом все равно остается дискретным. Просто грани уже достаточно мелкие, чтобы это не бросалось в глаза. Если приблизить такую кривую или отправить на печать, то она будет пересчитана для новых значений требуемого разрешения. Программа, работающая с большим количеством текста, использует относительно быстрые алгоритмы рестеризации. От этого текст выглядит, возможно, не так гладко, как мог бы, но более тонкие алгоритмы требуют нескольких расчетов кривых, комбинирования потом результатов. Так делает Windows, чтобы текст не казался резким на экране. Эта технология называется ClearType. Возможно, вы находили ее когда-нибудь в настройках. Когда появились жидкокристаллические дисплеи, текст на них смотрелся очень грубо. Резкие границы пикселей резали глаз. Старые мониторы с электронной лучевой трубкой имели естественное размытие границ пикселей, и это не бросалось в глаза. А там, наоборот, боролись за четкость контуров. А тут ровно обратная картина. Но это удобство повышает нагрузку на процессор. С квадратичными кривыми разобрались. А чем от них отличаются кубические? Кубические кривые растрализуются примерно таким же образом, просто построение требует на одну промежуточную операцию больше. Фактически разница состоит в том, что управляющая точка, которая в квадратичной кривой была одна, для обеих опорных точек разделена, и у каждой опорной точки теперь контрольная точка своя, управляющая. Чтобы визуализировать кривую в этом случае, сначала нужно соединить управляющие точки и пустить бегунки по полученным трем отрезкам. А на этих движущихся точках построить два движущихся вместе с ними отрезка, после чего решить задачу построения квадратичной кривой. По этим двум отрезкам снова пустить бегунки, и соединить их, и на полученной линии снова опустить бегунок, который будет отмечать положение кривой. При необходимости квадратичная кривая конвертируется в кубическую. Обратно сделать совсем прозрачно не получится. Поэтому есть правильное объяснение, но я приведу свое на пальцах и попроще. Что мы видим, когда работаем с кривой Безья, скажем, в графическом редакторе? Мы видим два вектора и кривую, которая соединяет их основания. Длина вектора от опорной до управляющей точки определяет степень влияния этой опорной точки на выходящую из нее кривую. Направление это то направление, под которым кривая выходит из опорной точки. Если управляющие точки в кубических кривых независимы, то в квадратичных мы видим вырожденный случай. Мы считаем, что обе управляющие точки склеились, то есть их координаты совпадают. Поэтому любая квадратичная кривая, это на самом деле кубическая, но с нулевой длиной отрезка между управляющими точками. Что делает ненужным часть построения. Ненужным, но не невозможным. Обратное преобразование уже так просто провести не удастся. Не хватит свободы маневра, так как описываемая сложность средствами квадратичной кривой ниже, чем средствами кубической. На этом я закончу. Для наглядности посмотрите видео пример построения кубической кривой без Е на ссылку в конце урока. До встречи в следующем уроке.